В издательстве Сретенского монастыря вышел прекрасный образец современной художественной прозы. Сборник рассказов «Живые помощи» Волгоградского писателя Бориса Якимова. Эта потрясающая книга наполнена разными интересными рассказами, историями о жизни простых и в то же время замечательных людей. Они совершенно разные, судьбы этих людей, и грустные, и радостные, и задумчивые, но в каждой истории есть общее, то, что их объединяет. В жизни каждого персонажа есть рассказ о промысле Божьем в жизни этого человека. Борис Петрович Якимов – современный классик. Он автор многих рассказов, повестей, его язык певучий, легкий, радостный. Дает нам задуматься о том, что действительно в жизни важно. В том, что есть какие-то ценности, которые невозможно ни купить, ни продать. То есть именно эти ценности, которые являются важными и для христианина, и для человека каждого. Именно это. То есть такая соль, которая является солью, евангельской солью, которую невозможно, если человек потеряет, то он уже потом не станет солью. То есть многие спрашивают, что такое покаяние. И покаяние – это изменение души, изменение нашей жизни, изменение нашего отношения к Богу, к ближним. И, прочитав эту книгу, вот я могу сказать по себе, я стала по-другому смотреть на жизнь, на себя, на свои грехи. Автор отшелушивает от нас какое-то наносное, что-то вот такое, какое-то внешнее, что человек на себя набрасывает иногда. И он зовет нас к тому, чтобы мы стали действительно лучше, чтобы мы изменили свои отношения, увидели в ближнем такого же человека, как мы сами. Каждый персонаж этой книги, он по-своему интересный и удивительный. В телеграм-канале «Стрельского монастыря» поступили вопросы по поводу этой книги и по поводу иллюстрации к этой книге. «Союз авторов и художников. В чем он заключается, по вашему мнению?» Мне кажется, что автор и художник, который иллюстрирует книгу, они как бы соавторы. То есть это как бы созидание такой образов. И автор, конечно, описывает слово. Художник пытается как-то увидеть, почувствовать, прочувствовать душой и передать тот мир, те образы, которые описывает автор. Чем мы вдохновлялись при иллюстрировании книги Бориса Якимова? Конечно, вдохновлялась книгой. Язык совершенно потрясающий. Действительно, он похож и на Лескова в чем-то, но он очень современный, очень яркий и живой. И, конечно, вдохновлялась фотографиями советской эпохи, потому что есть иллюстрации, которые рассказывают нам о жизни на войне. Вот, допустим, вот этот рассказ, который попал в название книги «Живой помощи». Вот здесь мы видим как раз этого мальчика, от лица которого идет рассказ, и его маму, которые стоят на развалинах своего дома в Сталинграде. Конечно, я использовала фотографии, которые сохранились именно в Сталинграде, именно этих людей. Вот поэтому, конечно, можно сказать, этот рисунок, он исторический. То есть в нем действительно соответствуются исторические подробности не только войны, но и самого Сталинграда. Наиболее понравившийся рассказ. На самом деле, рассказы мне понравились все. Они каждый по-своему яркие, по-своему интересные, и какой-то отдельно выбрать, наверное, не могу. Наиболее понравившийся персонаж, прежде всего, именно вот эта девушка, которая решила помочь своим ближним, порадовать их и купить для них такие нужные и необходимые вещи, порадовать их на праздник. У кого интереснее всего было изображать, над кем интереснее было всего работать. Здесь вот мы видим над высоким крестом, это вот пастух. Почтальон, такой вот именно советский почтальон, потому что здесь все происходит, очевидно, в 80-е, в 90-е годы. Нашла форму, вот почтальон, как вот сумка. То есть это такие вот детали, которые были действительно именно в советские годы. Иллюстрации черно-белые, они выполнены в акварели, черной акварели и линером, который напоминает на перо и тушь, вот такая есть техника. Ну вот здесь вот я использовала линер, очень тонкий современный материал, но он практически такой же похожий на тушь-перо. Вот это вторая иллюстрация к рассказу «Живой помощи». Здесь мы видим персонажа произведения уже в старости, как он ждет звонка сына, как он живет. Такой вот его незамысловатый быт. А почему вы выбрали именно такую технику? Техника достаточно подвижная, очень удобно работать. Здесь присутствует не только акварель и линер, но и карандаш. Борис Петрович Екимов человек уже в возрасте. Он родился в 1938 году, пережил войну, советские годы, перестройку, наши дни. И он имеет огромный жизненный опыт, писательский опыт, лауреат многих премий. Его книги переведены на немецкий, французский, испанский, чешский языки. Книга удивительная, понравится всем, поэтому я желаю ее приобрести и всем прочитать.